Первый этап наложения данного шва аналогичен по технике наложению простого узлового шва. После выкола иглы через ближний край раны вяжется по всем правилам первый фиксирующий узел. Продолжение следует... Далее иглу перезаряжают в иглодержатели в первоначальное положение и, отступив в сторону 5-7 мм, сближают края разреза вторым стежком. Отличие от непрерывного обивного шва заключается в том, что выкол иглы через ближний край раны производится внутри петли нити, идущей от предыдущего стежка. Набрасывает петлю на иглу может ассистент, либо сам хирург. Выше перечисленное придает характерный внешний вид шву, нить последовательно располагается поперек и вдоль краев разреза. Последующие стежки выполняются аналогично. Для предотвращения расхождения краев раны при наложении шва ассистент удерживает нить в натянутом состоянии по ходу выкола иглы. Продолжение следует... Продолжение следует... Последний фиксирующий узел вяжется как при наложении непрерывного обивного шва. На завершающем этапе срезаются свободные концы нити первого и последнего узлов.